НЕУГОМОННЫЙ Неугомонный. Привет! Нену, как малыш. Да все хорошо. Врач сказал, что сердцебиение прекрасное. Развитие в срок. Все вот. Хорошо. А ты где? Так я только от врача вышла, Илюш. А что это там за тобой? А ты угадай. У тебя две попытки. Это что, кроватка? Ой, поснимай, пожалуйста. Белая. Как ты и хотела. Илюш, ну мы же договаривались. Нельзя заранее покупать вещи новорожденным. Ой, да ерунда все это, Нин. Ну, бабкины сказки. Ты посмотри, какая красота, а? Я как в магазине ее увидел, не шмак пройти. Так, я сейчас приеду, все сама посмотрю. Не могу больше разговаривать. За руль сажусь. Давай. Хорошо. Ну я жду тебя. Езжай аккуратней. Недели три уже. Это точно? Кровь задите. В ИГЧ посмотрим. Но поверьте моему опыту, вы определенно беременны. Спасибо, доктор. Да мне-то за что. Мужа благодарите. Обрадуйте его. Вы обычно вдвоем приходите. Да он что-то опаздывает. Ладно, до свидания. Направление надо, если забудьте. Да, спасибо. Алло? Сереж, ты где? У нас все получилось. Мариш, ты моя хорошая. Попал в жуткую пробку. Буду через пару минут. Дим, ну какой ребенок? О чем ты говоришь? Я не могу сейчас. Ну у меня только все стало получаться. Да будут у нас еще дети? Ульяна, не торопись. Я что-нибудь придумаю. Я уже все решила. И не надо меня уговаривать. Я мнение свое не поменяю. Попал в жуткую пробку. Попал! Дива! Дива! Девочка, я ехала, она на меня выскочила, вот прямо в лоб! Я отверглась в полорозе, но отцепила человека! Мужчина выскочил, и я его не видела! Димаш, вспомните, что он взял и залезал? Все, тише, тише, тише! Вы только не двигайтесь, пожалуйста! Дима! Сейчас все будет хорошо! Так, сейчас, сейчас все будет хорошо! Дышите, дышите! Я пережму, и все будет хорошо! Все, я держу, держу! Все хорошо! Все будет хорошо! Сейчас я все пережму, и вот хорошо! Слушай, тут только крови мне тошнит сейчас! Ну, что вы столпились и вызовите кто-то врача! Ну, что вы застыли-то все! Помогите! 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 Там аварийный человек, он умирает! Помогите! Чего там? Что? Дима! Ты целая? Да! Там! Пошли! Сережа! Не уставайте! Сережа! Не надо его трогать! Сережа! Не надо его трогать! Сережа! Не надо его трогать! Сережа! Так, стабизола, кубик и панифримы! Я сейчас жгу, накладываю, руку отпускаете, ясно? Ага! Держи, держи! Все, можно отпускать! Можно? Можно, да? Да, да, да! Вы медик? Что? Вы медик? Дверь? Нет! Не надо будет держать! Ей, спасибо! Скажите, еще пару минут дверь! Сейчас, сейчас! Простите! Эстин, подожди меня! Блохо! Что с вами? Ай, больно! Что? А-а-а! Больно! Больно! А-а-а! 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 А-а! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну, что директор по продажам хочет сегодня на ужин? Делайте, пожалуйста, ваши заказы Даже не знаю Не, ну если меня назначат, мне надо будет ребятам поляной награды Конечно, но они назначат, ты столько работал Ты что? Зарплата будет выше Деньги нам понадобятся Сможем удвладить ЭКО Да? Нин, ну, какое ЭКО? Семь лет ничего не получается Ну, значит, мы испробовали не все методы Нин, ну сколько можно? Мы анализы делали и уколы Травы какие-то пили Даже к медиуму ходили Я, я понимаю, но может Нин, нет никакого может Нам просто пора остановиться И признать, что нам был дан только один ребенок Нин, ну ты идешь? В школу опоздаешь Иду Внимание! Дорогие наши первоклассники Сегодня школа открывает двери для тех, кто пришел к нам в первый раз Сегодня вы впервые сядете за парту Первое сентября волнующее событие Для учителей, для школьников, особенно для их родителей Я желаю вам быть послушными, старательными Учителям желаю здоровья, терпения и взаимопонимания с учащимися Пусть весь учебный год будет добрым и успешным для каждого из вас В добрый путь к знаниям! Шарик, мой шарик! Не страшно Я налетил, я шарик хочу Хорошо, я себе другой куплю Я не хочу другой, я этот хочу Пожалуйста, подпишем разбирались Дорогие наши первоклассники Я желаю вам грандиозных успехов Веры в себя Ярких устремлений А педагогам я желаю профессиональных побед Ребятки, давайте, стройтесь с парами и потихонечку пойдем в класс Я не пойду По два человека, да? Вот, отлично! Заметно! Так что значит не пойду? Не пойду, значит не пойду Это дурацкая школа Перестань, пожалуйста Катя Так, а ну-ка посмотри, что у меня есть Хочешь взять колокольчик и самую первую провести всех в класс? Я буду главной? Ну, конечно Снова русский Все будет хорошо Спасибо, Лёва, что мы у меня успокоили Вы... Простите, я... Ну что, ребятки, пойдем? Все Вот так Молодцы, давайте За ручки идем Друг за другом Молодцы Вот так Идем-идем-идем-идем-идем Проходим аккуратно Это вам Спасибо Проходим Вот, не задерживайся Проходим Скорее На урок Проходим Я не могу сейчас Да, я скоро приеду Ну, предложи ему что-нибудь Я не знаю, чай, кофе Все, я скоро приеду Да, Оля Все прошло нормально Нет, я ее не фотографировал И видео не снимал Да потому что Катя капризничала Если бы ты была на линейке, я бы все успел Кстати, Катя была единственным ребенком, у которого не было матери Ладно, у меня клиенты Я один, и разорваться я не могу Иначе я потеряю автосервис Давай, пока Да, я слушаю А я вам напоминаю, что с сегодняшнего дня Вы не просто мальчики и девочки Вы теперь носите почетное звание ученика И прямо сегодня мы с вами отправляемся в увлекательное путешествие в страну знаний Вы готовы? Да! Я уверена, что это путешествие будет очень веселым И я вам желаю, чтобы во время этого путешествия вы все крепко подружились и узнали много чего интересного Это что, это звонок звонит? Вы знаете, что это значит? Это значит, что наш самый первый урок подошел к концу И прямо сейчас мы отправляемся куда? В первую очередь Тихо, тихо, тихо Вы совсем забыли, как надо правильно отвечать на уроки Кто помнит? Я, я знаю! Кто знает? Ну-ка, ну-ка, ну-ка Меня спросите Неланночка. Мы пойдем на перемену. Абсолютно правильно. Садись, пожалуйста. Молодец. Я же главная. Так, ну что, ребят, урок окончен. Идите отдыхайте, пожалуйста. Жду вас после звонка в классе. Давай подгоняй. Давай. Ты червота. Нет, ты его, да. Ты его, да. Тихо, тихо. Мальчики, мальчики, мы не бегаем в школе. Тихо. Мама, я только один урок провела, а уже голова круглая. Я за лето так соскучилась по этому бардаку, если честно. Потом, если дети шумят, значит, у них все хорошо. Ты вода. Тихо. Ну вот девочка же. Тихо. Твоя? Моя. Ураган, она не ребенок. Что такое? Ты знаешь, чья это дочка? Той женщины, из-за которой тогда авария произошла, помнишь? Какая авария? Подожди, значит, из-за ее мамаши-то теперь? Да, отеляла. Я в этом году могла бы своего сына в первый класс повезти. Я до сих пор не могу отделаться от мысли, что ее мамаша отделалась только штрафом и лишением прав. Смягчающие обстоятельства. Ты же помнишь, она была беременна. Да. Повезло. Так, ладно, что мы о прошлом? О будущем надо думать, правильно? Так, хочу ребенка прям очень. А давай ее мамашу поколоть. Или обольем лобово стекло черной краской. Можно еще в замке герметик, потом шины проколоть, ну или что-то засунуть в выходную трубу. Светка, ты что меня пукаешь? Откуда такие захватывающие варианты и такая осведомленность? Коллега, мы где с тобой работаем? В школе. А здесь и на таком и научишься. Ты еще только мститель с этим животом. Ну, на том, мы семкоманда. Ты сама-то как? Лучше всех. Рожу воспитаю. Ты же помнишь, я в любом случае, я с тобой, ты можешь на меня рассчитывать. Не, ну что ты в самом деле? Мало ли, что ли папа от женатых рожает. Вот и я рожу. Все, справлюсь. Так, дети, дети, класс, класс, на уровень, быстро, быстро. Бегом, 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 давайте. Все, быстро, быстро, класс, давай. Только не бежим. Класс, идем, класс, быстро, быстро. Давайте, давайте, давайте. Нинуль, я дома. Ну что? Тебя можно поздравить, а я говорила, что тебя назначат. А ты уже отметил, что ли? Ну так, чисто символически. Так. Так. Ну, чем это у нас так вкусно пахнет? Утку с яблоками запекла. Утку? Утку — это хорошо. И вот так. Ну, давай, за утку, за моё назначение, и за твой первый класс. Спасибо. Нептун. М? Так. Ну, как там твои архаровцы? Ой, ты замечательная, ребята. Я по этой суете за лето, конечно, соскучилась, но, ты представляешь… Так. Сегодня одну девочку в класс ко мне привёл папа. И что с ним? Отказываясь создавать деньги в родительский комитет? Нет. Его жена тогда устроила аварию. Ну ты что? Ну, ты помнишь, он был на суде, а сегодня он даже меня не узнал. М-м-м… Неприятно, конечно. Ну… А можно эту девочку в другой класс перевезти? А как ты себе это представляешь? Что я её родителям скажу? Вы меня извините, пожалуйста, мне тяжело смотреть на вашего ребёнка, потому что своего я потеряла в той аварии, и теперь бесплодна. Не, ну я тебя прошу, ну только не сегодня. Такой день. Утка остынет. Я понимаю, просто я… Я правда не понимаю, что в эту ситуацию делать. Забыть. А на девочку эту просто не обращать внимания. Всё. А как я могу не обращать внимания на ребёнка? Она-то здесь вообще ни при чём. Илюш, я же педагог. Ну конечно, я буду с ней общаться, как с остальными детьми. А остальное – это мои проблемы. Так. Я спать. Спасибо. Ты идёшь? Да, сейчас. Посуду-то куберу. Папа, можно на качельник? Как? Опас, да. А после уроков покатаемся? Папа, ну пожалуйста. Да, конечно, покатаемся. Давай бегом. Давай. Милана, Миша, Даня, Серёжа. Кто знает, кого не хватает? Катя! А где Катя? Катя! Давайте-давайте, бегом в класс. Так. Всё? Парами. Ага. И тихонечко в класс. Давайте-давайте. Бегом-бегом-бегом. Всё-всё. Ребят, к нам сегодня в гости пришёл очаровательный Мишка. А гостей принято угощать. Правильно? Да. Чтобы дать ему такие вкусные, спелые ягодки, нужно отгадать загадки. Вы вообще справитесь? Да. Да вы уверены? Да. Ну, хорошо. Ну, давайте посмотрим. Загадка первая. Один гусёнок и трое утят. В озере плавают, громко кричат. А ну, посчитай-ка скорей, сколько в воде малышей. Я, я знаю. Катюш, с места выкрикивать не обязательно. Я обязательно всех спрошу. Хорошо? Саш, давай. Четыре малышей. Малыша, да? Иди скорее, умничка. Давай, корми его. Смотри, какой он голодный. Раз, два, три, четыре. Садись на место. Загадка следующая. Слушаем внимательно, не отвлекаемся. Ежик в полис ушёл, на обед грибы нашёл. Два под берёзой, один под осиной. А сколько ж их будет в плетённой корзине? Я, я знаю. Катюш. Миланочка, давай, пожалуйста. Будет три? Абсолютно верно. Ну-ка, корми скорей. Вот как ему нравится. Раз, два, три. Садись на место. Следующая загадка. Три ромашки желтоглазки, два весёлых василька. Подарили маме дети. А сколько же цветов в букете? Давай, Катюш. Шесть. Подумай, пожалуйста, ещё. Ой, пять. Правильно. Правильный ответ, ребят? Да. Молодец. Корми нашего Мишку. Тихо, тихо. Не кричит важно. Осторожно, здесь стёкла. Тихонечко, тихонечко. Катюш, как так получилось-то? Мишка жирный. Он наелся. Сядьте все, пожалуйста, на места. Давай смотреть правде в глаза. Ты никогда с ними поговоришь. Так и будешь бегать ко мне улыбками. Ну, обо мне кто подумает? О ребёнке нашем он вообще тут при чём? Слушай, ну всё, мне надо уже тут уйти. У меня урок начинается. Давай, пока. Потом поговорим. Отвлекаю. Ну, нет. Хотела посоветоваться. Беспокоит меня всё-таки эта Катя всеми способами пытается перетащить на себя внимание. У тебя попался сложный ребёнок. Первый раз, что ли? Нет, ну многие дети не просто адаптируются к школе. Нинка, возишься ты с ними? Ну, с мамой её поговори. Или тебе это сложно? Да нет, диалог с родителями необходим. А ты знаешь, я её маму ни разу в школе не видела. Её папа всё время привозит. Ну, так вот, поговори с папой. Даже лучше. Ну, в общем, да. Пойдём скорее. Почему мне нельзя играть на школьном дворе? Да можно тебе играть. Просто не с кем. Ты видишь, всех ребят уже забрали. Я и одна могу. Мне папа разрешает. А мама? Папа! Любима! Ух! Здравствуйте. Простите меня, еле с работы вырвался. Ничего страшного. А можно вас буквально на пару минут? Можно в другой раз? Нам домой пора. А можно в другой раз? Но это касается Кати. Я очень быстро. Ну, потерпишь ещё? Погуляем, пожалуйста. Давай. Вы знаете, у Катюши довольно тяжело протекает адаптация к школе. Я обязана вам об этом сообщить. Ну, ничего, привыкнет. Ну, это не простой период для ребёнка. Очень нужна помощь семье. У нас в школе есть замечательный психолог. Может быть, она с Катей пообщается? Зачем нам психолог? У Кати всё хорошо, и с семьёй у нас всё в порядке. Нам психолог не нужен. Я просто хотела помочь. Нет, не надо нам помогать. Да мы справимся. Кать, пойдём. А может, это вы не можете найти с ней общий язык? Я? Спасибо. До свидания. До свидания. Да, строгая у тебя учительница. Знаешь, мне кажется, я её где-то видел. Не знаешь о тебе? Я не понимаю, почему он так остро реагирует. Я же помочь хочу его дочери, правильно? Ну, если я вижу, что ребёнку тяжело, что именно сейчас необходима особенная какая-то поддержка, любовь. А кто это может дать, как не семья? Ну, так вызови родителей в школу. Южик, ты меня вообще слушаешь? Вы со Светкой сговорились, что ли? А при чём здесь, Светка? Просто я не понимаю, зачем столько сил и времени тратить на чужого ребёнка? Ну, то есть, получается, если это не твой ребёнок, можно на него наплевать, что ли? Слушай, я её учитель, это уже какое-то равнодушие получается. Нина. Нина. Вообще-то, любовь и забота нужно не только этой Кате. Ну, я понимаю. Ну, ладно. Я всё о работе, да о работе. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Слушай, ну я правда считаю, что на детей с таким сложным поведением, как у Кати, запреты, в принципе, не действуют. Их нужно всё время хвалить. Постоянно. Ты как считаешь? Простите, что? Надо… А, хвалить, да. Ну, да, да. Да, конечно. Надо заставить её понять, что нет необходимости перетягивать внимание на себя. Её и так, в принципе, все очень любят. Вот такой, какая она есть. Да? Ты чего? Хорошо себя чувствуешь? Выглядишь не очень? Да, всё хорошо, конечно. Ну-ка, посмотри на меня. А чего глаза красные? Ты чего, плакала, что ли? Я такая неловкая стала. Хожу, как утка, пыхчу, как паровоз. Ой, ты замечательна. А потом, ты знаешь, ты очень милая утка. Я правда тебе очень идиот. Ой, прости. Ой. Прости меня, мама. Я пойду, а? Давай. Увидимся. Хорошо. Готовы? Алло. Слушай, приезжай сегодня вечером. Нам надо решить, как нам быть дальше. Я так больше не могу. Так, с первой частью вашего задания вы справились ну просто на отлично. Но это не удивительно. Пластилин вам знаком ещё с детского сада, да? Да! Конечно знаком. Горжусь вами. Молодцы. Замечательная работа. Так, мы скатали маленькие аккуратные шарики, соединили их, и у нас появились гусенички, да? Да. Теперь их можно украшать. Так, смотрите, Саша уже украсил маленькими такими хорошенькими пятнышками жёлтыми. Очень красиво получилось, правда? Да. Так, а у тебя что? А я украсила в полосочку. Ой, в полосочку тоже очень хорошо. Смотрите, смотрите, Катя, зачем ты шармины и ману? Катя, Катюш, Катя, ты зачем это делаешь, а? Пусть будет мохнатая. Катя, 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 Катя. Понравилось? Конечно, очень, да. Да. Можно она у вас на столе подержать? Ну, конечно, можно. Ребята, идея. А давайте мы сделаем на моём столе поляну и поселим всех ваших гусениц здесь. Несите их на стол. Да, да, да. Все-все-все, давайте, у нас будет большая поляна. Вот. Вот, давайте. Давайте. О, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Да, да, подожди, господи, да я сама, ну куда ты присаживаешься? Попросила бы меня, а я бы тебе помогла. Зачем такие тяжести пускаешь? Да, я такая не плюжа стала. Габариты свои вообще не ощущаю. А ты-то чё такая радостная? Да я, кажется, к этой девочке, ну, Катя, подход наконец нашла. Ой, не, ну возишься ты, конечно, с ней. Ну разве так можно? Нужно. Пойдём. Верни, поплывём. Зажим. Фиксируем. Лигируем. Милан, а твоя мама где работает? Моя мама в магазине работает. А моя в банке, у неё денег много. А моя мама в кафе работает, она мне пирожные приносит. Ух ты, обожаю пирожные. Подумаешь, пирожные, моя мама самый главный доктор страны. Как это главный? Вот так, главный и всё. Да ты всё выдумала. Не выдумала. Она даже к тебе не приходит. Она не может, она всех лечит. Да нет у тебя никакой мамы. У тебя самой нет никакой мамы. Сиротка. Что ты сказала, Дора? Сиротка, 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 сиротка. Сиротка, 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 сиротка. Катюш, ты чё такое говоришь? Представляешь, продюсеры сказали, что канал хочет заказать новый сезон нашего проекта. С моей героиней, естественно. Нет, Илья, так больше не пойдёт. Я не могу больше один, я зашиваюсь. Не могу. Дим, ну не нагнетай. А что значит, получила шишку на голове? А я не знаю. Говорит, учительница её толкнула. И ты так спокойно мне об этом говоришь? Да неспокойно, Оля, неспокойно. Ты прекрасно знаешь свою дочь, с ней очень непросто. Я не понимаю, как вообще такое возможно? Не начинай, я тебя умоляю, не надо. Что значит не надо? Не мог постоять за нашу дочь? Так, друзья, ускоряемся, опаздываем на полчаса уже. Дим, ну ты с ума сошёл? Ребёнку нанесли травму в школе, обязанность которой не только учить, но и следить за детьми. Ульяна, Ульяна, давайте грим поправим. Обязанность родителей воспитывать детей вдвоём. А я её воспитываю один. Понимаешь, один. Вот и всё, и я очень устал. Я так понимаю, ты сейчас пошумишь, а мне это разгребать. Не утруждайся. У меня как раз есть пара свободных дней. Я приеду и сама со всем разберусь, раз ты не в состоянии. Прекрасно, а то она тебя только по телевизору видит. Чёрт. Катя! Кать! Мама приезжает. Мамочка, когда ты приезжаешь? Скоро, Катюш, не волнуйся. Ура! Я никому не позволю обижать мою дочь. Я думала, мы отдавали дочь в приличное заведение. А тут, оказывается, шарошки на конторе какая-то, где на ребёнка руку поднимают. Давайте не будем перегибать полку. Мы всё выясним и примем меры. Это я-то перегибаю. Да я на вас жалобу напишу. Пускай проверяют, кого вы на работу берёте. Осторожно. Но ты же понимаешь, что я её не толкала. Я, наоборот, вмешалась, чтобы помочь. Ну, Ним, ну что ты себе сердце рвёшь, а? Ты прекрасный педагог. Все это знают. Все верят твоему слову. Господи, это какой-то кошмар. У меня ощущение, что это не со мной происходит. Это какой-то бред. Нин, ты держись, ладно? Можно? Вот, Нина Ивановна тут. Давайте поговорим спокойно. Я уверена, что инцидент можно уладить мирно. Так это она на моего ребёнка руку подняла. Решила на моей дочери свои обиды выместить. Что? Ну, я этого так просто не оставлю. Это что такое было? Нина Ивановна, я вынуждена вас отстранить, пока всё не прояснится. Ну, вы понимаете, у меня нет другого варианта. Папа, можно я побегу? Ты уже побегала. Стой спокойно. Ты почему мне не сказал? Что не сказал? Ты что, её не узнал? Кого я не узнал? Я не понимаю тебя. Мама, я погулять хочу. Я же сказал, нет. Иди, иди, солнышко, иди погуляй. Ты что творец? Я же её запретил. Да погоди ты, даже училка, я ребёнка потеряла в аварии. Ну, в той. Вы медик? Я нет. Больно. Что? А, больно. Ну, чёрт. Я всё думал, где я её видел. Она нам мстит. Да не говори ерунды после того, что она пережила. Ты её ещё пожалей. Лично от меня она жалости не дождётся. Мало ей не покажется. Катя, Катенька, Кать, пойдём, пойдём, моя хорошая. Давай, давай, ручка. Здравствуйте. Время новостей на нашем канале. Я и мои коллеги готовы рассказать вам о самых важных событиях сегодняшнего дня. Мэр нашего города Сергей Трохимов подписал указ о подготовке к празднованию трёхсотлетия города, а также в нашем выпуске. История завершена. Дольщики элитного микрорайона «Золотые купола» получат полагающиеся им по закону компенсации. А теперь к срочным новостям. Чрезвычайные события произошли в школе номер 7. Ребёнка известной актрисы Ульяны Ковалёвой ударила учительницы начальных классов. Актриса настаивает, чтобы учителя, допустившего противоправные действия в отношении её дочери, привлекли к ответственности. Со слов Ульяны, её дочь тихий, спокойный домашний ребёнок подверглась нападению агрессивной одноклассницы. И вместо того, чтобы разнять и наказать виновницу конфликта, учительница грубо толкнула девочку. Ульяна Ковалёва намерена довести дело до конца, ведь её дочь получила тяжёлую психологическую травму. Родители настаивают на запрете педагогу учить их детей до выяснения психического состояния классного руководителя. Нет, нет, нет. Сначала овощи ты ешь. Ешь, ешь, давай. С ума сойти, я ещё хотел Ваню в школу отдать. Думаю, безопаснее. Редакция канала получила кадры от неравнодушных родителей с линейки класса. А учителям я желаю профессиональных побед. Такая молодая, и не скажешь. Знакомое лицо. Это не та девушка, которая тебя спасла. Хотя так непонятно. И вот, пожалуйста, учительница. Учительница начальных классов. Андрей, зайди ко мне. Не помнишь, какие фамилии? Чернова или Белова. Не помню, столько лет прошло. Такое устроила. Толкнула крошку-первоклашку. Маленькую девочку. Мы требуем отстранить Нину Ивановну Белову от преподавания в этой школе. Большое спасибо. Мы будем следить за развитием этой истории. Наш канал... Сергей Владимирович. Подними постановление суда по аварии, в которой меня сбили. Там еще одна пострадавшая приходила. Фамилия Белова. Найди ее мне. Хорошо. Что ты надумал? Пока не знаю. Но ты уже замучил брокколи. Вань, ну чего ты мучаешься? Пей сок. Опять? Да, сейчас пришла ее мать, ее вызывают к директору. Да ты что? Да, никому такого не пожелаешь. Поверить в это не могу. Нин! Ты как? Да никак. Светка, это такой позор. Мне хочется просто исчезнуть, провалиться сквозь землю. Я не знаю, за что мне это, а? Тихо, ты чего? Да, что-то живот сегодня тянет. Все нормально. Так, ты за меня хотя бы не переживай. Все будет хорошо. Удачи. Нина Ивановна, давайте начистоту. Мы все знаем вас, как прекрасного педагога. Но, был звонок сверху. СМИ замучили школу. Родители подняли крик. Вот, я вам сейчас зачитаю, что пишут. Гнать таких педагогов поганой метлой. Школу закрыть. Директора и училку за решетку. Вот это самое безобидное. Из того, что есть. Я бы и хотела вам помочь. Но войну со звездой школа не потянет. Как это не прискорбно, Нина Ивановна? Будет проще, если вы по собственному. Вы меня понимаете. А там, глядишь, все и паутихнет. Алло, Илюш, привет. Нина, я не могу говорить, я не звоню. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, что за погром? Это уборка, что ли, затеяла? Что случилось? А что с фотографией? Попала, что ли? Давно это у вас? Ты о чем? Ну, вот то, что я сегодня в магазине видела. Вот именно это. Давно у вас? Это у вас давно? Слушай, я поняла. Это когда я на обследование легла, я же сама Светку попросила, чтобы она за тобой поухаживала. Ну, чтобы ты накормлен был, напоен, чтобы все было у тебя поглажено. Ой, а я ей даже спасибо не сказала, дрянь такая. Я когда встречу, обязательно поблагодарю. Да ты все не так понимала. Что именно? Что именно, я не так поняла. Нет, ну, объясни мне, пожалуйста, если я такая тупая, что именно я не так поняла? Что моя подруга беременна от тебя? То, что вы сегодня кроватку покупали? Точно такую же кроватку, как для нашего с тобой ребенка? Так, Нина, давай поговорим спокойно. Хорошо. Давай. Это потому что я не могу забеременеть. Нина, перестань. Сколько можно? Да. Может, хорошо, что все открылось. Устал врать. Нин. Я больше не мог это терпеть. Я очень хотел забыть аварию эту. Потерю ребенка. Как? Илюш, как это можно забыть? Да можно, Нина, можно. Просто ты застряла в топ-дни и выбираться не собираешься. Прости, но я детей хочу. С тобой. Ну, вряд ли, у тебя еще что-то получится. Здрасте. Ну, ничего, смотри, хорошая родительница. Недорого, так не всегда. Приличная с виду женщина. И на ночь, оказывается, ребенка избила. А спаки хорошие. Носи. Спасибо. Очень хорошо. Здрасте, вы не подскажете, здесь Нина Белова живет? Здесь. Вон ее машина. Кто это? Следователь, что ли, приехал? Подождите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вы что творите? Вы знака не видите? Здесь поворот запрещен, вы могли разбиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, слушайте, и плакать никто не будет. Так нельзя, выходите. Послушайте, в таком состоянии нельзя садиться за руль. Я вас отвезу. Туда скажете, туда я отвезу, машину переставлю, завтра заберете. Я сама доеду, дверь закройте, пожалуйста. Дайте ключи, я спать хочу спокойно. Пока вас не доставлю в безопасное место, с этим у меня будут проблемы. Давайте выходите, пока кто-нибудь полицию не вызвал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и молодец. Вы как? Вы ведь Нина Белова, я прав? О, а кто же меня не знает? Я теперь местная знаменитость. Заботится все. Вот, возьмите, это номер телефона моего шефа, вы позвоните по нему обязательно. Не переживайте, все будет хорошо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ПТИНЫЕ Лена, ты спишь, что ли? Десять минут уже звонил. Да я по делу. Ненадолго. Ну, перестань. Я вообще-то здесь тоже пропис. Что ты хочешь? Давай цивилизованно разведемся. Чайку, что ли, попьем? А то я с утра Светку в консультацию отвез, позавтракать не успел. Эй, Нин, разменяться бы нам. Скоро ребенок рядится, а нам в Светкиной однушке никак. Так, а куда она с чай делся? Кончился. А кофе? А, понятно. Ты вообще, что ли, не питаешься? Нин, ну, нельзя ж так. Я все понимаю, но надо как-то себя в руки взять. Я выставлю. Что? Квартиру на продажу выставлю. А, хорошо. Спасибо. Ну, я тогда пошел. Угу. Ты, если что надо будет, звони. Не чужие ведь. Конечно. Обязательно. Пока. Нина Ивановна, моя хорошая, войдите в мое положение. После такого скандала управляющий совет не одобрит вашу кандидатуру. Да-да, я понимаю, конечно. А честные школы? Попробуйте устроиться туда. Я пробовала. И угораздило же вас перейти дорогу этой телезвезде. Да. Вам спасибо огромное. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Будьте добры, пожалуйста, кусочек колбаски. Чёрный хлеб, молоко, масло подсолнечное и сахар. Оплачивать чем будете? Наличной картой. Карты. Ну, с вас 1345. Прикладывайте. Так, не проходит. Попробуйте ещё раз. Не прошло. Прикладывайте. Так, на карте денег не хватает. Правда? Можно тогда наличными? Ну, можно, конечно. Ну, давайте быстрее. Люди ждут. Ну, что ж так долго-то? Простите. А если убрать колбасу и сахар, сколько получится? Могу. Тогда с вас 610. Ага, хорошо. Так, сейчас, секундочку вот, пожалуйста. Давайте быстрее. Сейчас, сейчас, извините. Давайте быстрее уже. Извините. Быстрее. Пожалуйста. Спасибо. Мне… Женщина! Женщина! А не вы обронили? Да, я… Спасибо. Батон колбасы, пожалуйста. Да, слушаю. Алло, здравствуйте. Вас Нина Белова беспокоит. Если честно, я не очень понимаю, зачем я вам звоню, но… Правильно, что позвонили. Я хотел бы предложить вам работу. Мы можем встретиться и обсудить все условия. Розыгрыш какой-то. Ни в коем случае, Нина Ивановна. Вам ведь нужна работа? Да, нужна очень. Вам удобно подъехать? А когда? Прямо сейчас, если вы не против. Я вышлю вам адрес. Жду. Проходите, пожалуйста. Сергей Владимирович сейчас подойдет. Спасибо. Рад вас видеть, Нина Ивановна. Все, тише, тише, тише. Вы только не двигайтесь, пожалуйста. Все, я держу, держу. Все хорошо. Ой, это же вы. Да, как видите. Все еще хожу по земле. Во многом благодаря вам. Ну что вы. Я ничего особенного не сделала, правда. Я уверена, что любой человек сделал бы то же самое. Сомневаюсь. Но я пригласил вас поговорить не о прошлом, а о будущем. Присаживайтесь. О будущем моего сына. Нам нужен частный учитель. А сколько мальчику лет? Хороший вопрос. А, восемь. А, восемь. А почему вы не отправили его в школу? Ну, мы же насчитаем, что индивидуальное обучение более эффективное. К тому же он у нас не очень общительный. Ну, а почему именно я? Вы же наверняка слышали, что… Да, я в курсе ваших проблем. И я не верю, что вы могли ударить ребенка. Спасибо. Когда-то мне помогли вы, теперь моя очередь. Предлагаю вам полный пенсион с проживанием и, разумеется, достойную оплату. Когда можно приступать? Да хоть завтра. Правда? Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, проводите Нину Ивановну до машины. Хорошо. Мой водитель отвезет вас. Спасибо. А, кстати, питание тоже входит, поэтому… Так что можно не приходить со своими продуктами. Да, я учту. До свидания. До свидания. Сережа, ты не хотел со мной посоветоваться? Ты приглашаешь в дом человека, который ударил ребенка. Человек, который, не задумываясь, бросается спасать жизнь другому, не способен ударить ребенку. Сережа, послушай, это… Так будет так, как я сказал. Что? Сейчас таблетку принесу. Что, вставай, 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 и пора… Принцесса, вставай. Пора… Я сегодня в школу не пойду. Катя, что это за новости? Мне мама разрешила. Мама? Угу. У тебя на сбор от 2 минуты. Оля, она не ест колбасу. Ой, мне так лень с кашей возиться. Прихватит что-нибудь. Будешь? Хорошо, я разогрел кашу. Как хочешь. Скажи мне, ты правда ей разрешила? Будешь сходить сегодня в школу? А, да. Мы решили сегодня устроить девичник. Пойдем в парк сходим, ну или в кино. На выходных могли бы сходить все вместе. Всей семьей. А выходные не получится. Меня уже не будет. Не понял. А где ты будешь? Ну, съемки нового сезона решили раньше начать. Что? Ты что, шутишь что ли? Ты только приехала, она тебя так ждала. Димочка, ну ты же понимаешь, у меня такая работа. Нет, я тебя не понимаю. Я не понимаю. Ей нужна мать, а мне жена. И не приходящая, а постоянная. Свечка, ну ты что, ты же с ним на ком женился. М? Да? Ладно. А Катя знает, что ты уезжаешь? Катя, я-то знаю. Мама, ты уезжаешь? Нет, котеночек, не сегодня. Сегодня мы с тобой идем в парк. Помнишь? Ты наденешь самое красивое платье. Вот знакомьтесь, это наш Ваня. А это твоя учительница Нина Ивановна. Нина Ивановна, привет. Здравствуйте. Нина Ивановна, очень хороший учитель. И прекрасный человек. Мы с мамой уверены, что вы подружитесь. Ну, поживем, увидим. Ну, не будем мешать уроку. Слушай, а уютно у тебя? Ничего себе, сколько книг. Ты что, читать умеешь? Угу. Молодец. Так ты и пишешь еще хорошо. Слушай, может, ты и считать можешь? В пределах ста. Так. Совершенно непонятно, чему тогда тебя учить. Ну, придется нам с тобой играть. Во что ты любишь? В шахматы. Да ты что, серьезно? В шахматы? А ты в курсе, что самая длинная шахматная партия длится пять тысяч девятьсот сорок девять ходов? Вы играете в шахматы? Я вообще не умею. Мне ужасно стыдно. А давай мы с тобой заключим деловое соглашение. Ты будешь учить меня игре в шахматы, ну, и я тебе всему остальному. Давайте. Угу. Ну, осталось нам решить, чей урок будет первым. Черт не мой. Тогда мой. Давай. Ну, расставляй. Я очень надеюсь, что я тебя не разочарую. Мам, я не Ивана, не мат поставил. Отлично. А еще мы многоугольники проходили и пылину читали. Мам, а ты знаешь, сколько Илья Муромец подлежал на пяти? Нет, не знаю. Тридцать три года. Но сегодня занятия окончены. Ваня огромный молодец, так что может отдыхать. Отдохнет Ваня вечером. Скоро придет педагог по китайскому, нужно повторить материал. Иди, Вань. Раз надо, конечно. Марина Алексеевна, мне кажется, нам надо подкорректировать занятия Ваня, ну, чтобы было время на отдых. Даже в школе делают перемены. Мы не в школе. Здесь расписание для Вани устанавливаю я. Заведите своих детей и устраивайте им перемены. Да, конечно. До свидания. Нина, как вам в роли частного учителя? Спасибо. Привыкаю потихоньку. А глаза у вас что-то невеселые. Марина Алексеевна недовольна, что Ванька еще не поступила в Гарвард? А вы зря, кстати, иронизируете. В ближайшее время это вполне может произойти. Ваня один из лучших учеников, которые у меня были. Ну, собственно, он единственный на сегодняшний день. Хотите меня в ученики, возьмите. Обещаю слушаться беспрекословно. Я не думаю, что Сергей Владимирович одобрит то, что я буду занимать личное время его личного помощника. Пора. Если что, я рядом. Спасибо. Так. Это я взяла, это я взяла. А, вот это еще. Если ты сейчас уедешь, мы разведемся. я тебе клянусь, я заберу у тебя ребенка. Ну, спасибо. Вместо того, чтобы мне помочь, ты мне еще ультиматумы ставишь. Мне, между прочим, и так сложно. Ольяна, это ей сложно. Ей, а не тебе. Ты что, не понимаешь? Мне выпал шанс сыграть главную роль, а не Снегурочку на детском утреннике. понятна. Поздравляю. Значит, у тебя все будет хорошо. а у нее? Котеночек мой. Это мне? Какая прелесть. Это я, да? Может, я с тобой поеду? Моё хорошее, что ты плачешь? Ну, я же вернусь. О, такси приехало уже. Присядем на дорожку. Катя, что ты, как пулина? Давай быстрее. Я не пойду туда. Что? Здрасте, переехали. Почему? Ну-ка, принцесса рассказал. А билла кто? Новая учительница? Тоже плохая? Нет, хорошая. Ирина Ивановна была хорошая. Не понял. А я сказала, что плохая. И что толкнула меня. А она вообще не толкала. почему Катя? Зачем ты это сделала? Катя? Я испугалась. Я думала, что меня отругают. И мама больше не приедет. И я такая плохая. ты чё? Катю, а? Всё будет хорошо. Слушай, всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Ага, вот вы куда спрятались. Так, всё, с тобой совершенно невозможно играть, потому что ты очень быстро находишь. Ваша очередь считать. Да что ты такое говоришь? О прописи кто будет дописывать? Ну, Нина Ивановна, пожалуйста, последний разочек. Нет, невозможно. Ну, сам последний. Да нет такой возможности. Ну, прям на сто процентов это самый-самый последний. Ну, вот прям на сто процентов самый последний при последний? Да, да, конечно. Хорошо. Ладно. Только не посматривайте. Ой, да очень мне надо. Раз, два, три, четыре, пять, двадцать, восемь, шестьдесят, семь, три тысячи миллиардов, пятьсот миллионов. Я иду искать. Ольф. Простите. Что вы так подкрадываетесь? Я не хотела напугать, честно. Что вы здесь делаете? У вас должен быть урок. Да, просто Ваня устала, и мы решили сделать небольшой перерыв, поиграть в прятки. Вы его случайно не видели? Нет, не знаю. Вам деньги, не за прятки платят. Марина! Посмотрите в моем кабинете. Он любит там прятаться. Спасибо. Ты считаешь, что нормальным отчитывать меня перед прислугой? Этот человек учит нашего ребенка. Скажи мне, что с тобой? я не понимаю, когда ты такой стала? Я стала? А все такие правильные. ну, что с тобой? куда он делся, этот мальчик, которому давным-давно надо прописи уже писать? я тебя вижу. Давай вылезай, Сосанин. Бегом! Пора заниматься. Как ты так умудряешься прятаться, что я тебе годы ищу? Ой! Что это такое? А, это, наверное, папа со стола упал. Пойдем? А можно мне еще сок с печеньем? Началось! Сначала прописи, потом вкусняшки. Ого! Ванька уже готовится занять кресло папы? Молодец! Нет, Ванюшка, иди наверх, готовь в тетради, я сейчас подойду. Хорошо, Нима Иванович. Ага. Надо поговорить. А, конечно, рад остаться с вами наедине, но здесь не самое романтичное место. Я в кабинете у Сергея Владимировича увидела обезболивающее, очень серьезное. Его назначают при тяжелых заболеваниях. Да, сейчас уже несколько лет борется с раком. Но об этом никто не должен знать. Он закрывает это на всех. А что врачи говорят? Какие шансы? Не знаю. Не знаю. Ладно. Нина Ивановна! Я иду, иду! Идем. Обрадовать мне вас нечем, Сергей Владимирович. Все более, чем серьезно. Болезнь вернулась. Будем готовиться к новому курсу химиотерапии. А без этого никак нельзя? Не в этот раз. Устал. Надоел. Но это продлевает вам жизнь. Моя жизнь должна была оборваться еще восемь лет назад. В аварии. Так что вы только продлеваете моим мужчин. Сергей Владимирович. Сергей Владимирович, я делаю все возможное. Я понимаю. Я понимаю. Извините. Не хотел вас обидеть. Но если вы действительно хотите мне помочь, проверьте моего сына на генетическую предрасположенность к этому заболеванию. Я бы не хотел, чтобы в будущем у него были такие же проблемы. Конечно. Это разумное решение. Но на химию лечь придется. Я подумал. Как успехи у нашего Вани? Вообще замечательно. Ваня, он очень умный, способный мальчик. Но мне хочется быть с вами честной. Для его дальнейшего развития и для жизни в целом этого недостаточно. Да что вы говорите. Дело в том, что Ваню окружают замечательные люди. Педагоги, водители, горничные. Но в этом возрасте ему просто необходимо общаться с ровесниками. Это очень важно. Он общается с ровесниками. Он ходит на дни рождения. Детей наших друзей. Ваших друзей. У него нет возможности лично выбирать свой круг общения. В смысле? Он совершенно не знает жизни за забором. И я боюсь, что в будущем его ждут неприятные сюрпризы и разочарования. Это неизбежно. Ну, знаете. Марион, подожди. Я хочу сказать, что можно блестяще владеть пятью языками, но в нужный момент не иметь возможности попросить помощи на своем. А в чем вы видите выход? Мне кажется, что ребенок должен учиться в самой обычной школе. В обычной школе? У нас абсолютно другие возможности. Слава Богу. Если школа, то английский интернат. Вы, извините, забываетесь. Лезете не в свое дело. Вы меня простите, пожалуйста. Вы абсолютно правы. Вы родители. И вам такие вещи надо решать. Спасибо огромное. Что? Я уже не могу свое мнение высказать. Улегся? Ага. Только свет не выключай. Так. А мне казалось, ты говорил, что уже не боишься темноты. Да, но... Только... Только все равно немного страшно. И мне тоже. Страшнее всего то, чего не видно. Давай посмотрим. Чш-ш-ш. Тут у нас твой верный конь. Надо же, пистолет. Так, тут у нас кот. Обормот. Ну, хватит. Ты шутишь. Там просто игрушка. Просто ужас. Нет, нет. Там полно карандашей. Главное, тапок. Тапок, он меня и напугал. Пап, ты шутишь. Тапок не может напугать. Ты прав. Не может. Что ж получается? Ты оказался храбрее меня? Ага. Или хитрее? Запомни. Все страхи исчезают, если ты найдешь в себе силы не бояться их. И даже если меня не будет рядом, всегда борись и побеждай свой страх. Договорились? Теперь на бочок и засыпай. Договорились. у отца два сына. У каждого сына по три сестры. Угу. Сколько детей в семье? Условия понятны? Да. Запиши краткое условие и решай. Я сейчас. Я слушаю. Здравствуйте, это Ковалев. Отец с Катей Ковалевой. Мы можем поговорить? Слушайте, что вам от меня надо? В школе я уже больше не работаю. Ваша жена должна быть довольна. Или ей этого недостаточно? Нина Ивановна, Катя мне все рассказала, как было на самом деле. Простите, мне очень жаль, что так вышло. Мы не могли бы с вами встречаться. Зачем нам встречаться? Я не понимаю. Что случилось, то случилось. Простите, что настаиваю. Это очень важно. Пожалуйста. Хорошо, я сейчас пришлю адрес. будьте подъезжать, наберите, я подойду. Спасибо. Спасибо. Ну как? Ответ готов, Нина Ивановна. Ну и сколько? Пять. Молодец. Вы присядете? Пожалуйста. У меня правда очень мало времени. Я действительно не понимаю, зачем вам все это надо. Послушайте, я виноват. Простите меня. Я хочу все исправить. Что именно? Позвольте мне помочь вам вернуться в школу. О, к сожалению, это невозможно. А, да, я понимаю, здесь, наверное, условия получше, и зарплата побольше. Нет, вы не понимаете. Человек зарабатывает свою репутацию годами. Вы умудрились изуродовать мою буквально за один миг. Зачем вам мое возвращение в школу? Объясните, пожалуйста, чтобы как-то совесть свою успокоить. Нет, не только. У Кати конфликт с классом из-за этой истории. Я надеялся, что вы поможете им, что я вернусь в школу, и этот конфликт будет разрешен, да? Да. Я вам, знаете, что скажу? Для Кати это будет очень хорошим жизненным уроком. Она раз и навсегда поймет, что врать плохо. И потом, я абсолютно уверена, что эту ситуацию создали вы и ваша жена. Мне очень жаль, что мы доставили вам столько курей сейчас и тогда восемь лет назад. Если вы даже не вернетесь, я сделаю все возможное, чтобы вас взяли в любую школу. Простите нас. Черт. Черт. Нина? Да. Я извини, что свою нос не в свое дело. Муж? Нет. Знакомый. Но из-за этого человека и его семьи меня уволили из школы. Не расстраивайся. В этом есть и положительный момент. Ты оказалась в этом доме? Кстати, Ванька тебя обожает. Ванька замечательный, конечно. Кстати, прямо сейчас у меня начинается с ним урок, так что я пойду. Ну, мы же увидимся еще? Да-да, конечно. Давай. Прости, пожалуйста, мой хороший, я задержалась. Пойдем скорее заниматься. В нашем доме не принято персоналу заниматься посторонними делами. А, простите, пожалуйста, это больше никогда не повторится. Может быть. Так любезно. Марин. Какой вы пример подаете Ване? Теперь понятно, почему у него в голове одни игры, а не учеба. Я задиралась всего на три минуты, и я обещаю, что буквально на следующем уроке я компенсирую это время. Вы компенсируете нам деньги, а не время. Марина. Немалые, между прочим, которые мы вам платим за обучение нашего сына. Перестань же! Сергей Владимирович, Сергей Владимирович, ты же ты. Света, от скорую выстави! Я вызову, я вызову сейчас. Света! Воды! Скорую вызывайте! Уфеев! Сейчас, сейчас. Ну как самочувствие? Готово? Вы врач, вам виднее. Ну, значит, готово. Из центра генетики ответ пришел? Сергей Владимирович, химия, терапия серьезная нагрузка для организма. И я думаю, что все дела лучше решать после... Окажите. Сергей Владимирович, давайте вашу руку. может, стоит подождать с текущими вопросами? Андрей, организуй мне встречу с адвокатом. Хорошо, Сергей Владимирович. Теперь можно? Простите. Ложитесь поудобней. Вы хотели меня видеть? Лена Ивановна! Ванюш, одну секунду, дай мне, пожалуйста, я приду. Здесь остаток оплаты за этот месяц. Мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Сейчас середина года. Что будет с Ваней? Вы не переживайте за Ваню. Мы сами разберемся со своими проблемами. Сергей Владимирович в курсе? Нет, Сергей Владимирович себя плохо чувствует. Он не в состоянии разбираться с мелкими домашними делами. Когда мне надо выехать? Как можно скорее. Я поняла. Я пойду прощаться с Ваней. Не надо прощаться с Ваней. Я не думала, что вы прощались с детьми в школе, когда вас уволили. Оформите развод в кратчайшие сроки. Я хочу, чтобы моя жена осталась ни с чем. Наш небрачный договор это предусматривает. Да-да, Сергей Владимирович. Но должен быть достоверно доказан факт измены супруги. Доказательство натулочки. Тогда, я думаю, проблем не будет. и я хочу, чтобы мой сын, чтобы Ваня получал для своего совершеннолетия хорошее содержание. С этим вам поможет Андрей. Да, конечно. Еще у меня есть одно условие. Ребенок должен учиться в обычной школе. В классе у Нины Ивановны Беловой. Андрей, сделай все возможное, чтобы ее восстановили в школе как можно скорее. Хорошо, Сергей Владимирович. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты что здесь забыл? Илья, просыпайся давай. Ой, Нин, прости. Ох ты, да задремал у тебя. Это я вижу. У меня к тебе вопрос. Почему именно здесь? Нин, ну ты только не ругайся. Там, там мать приехала, теща, и как начали на меня со Светкой. Ву-ву-ву. Ты прости, я все, я поехал. Будь добр, да. Поехал я. Все, я поехал. Тихо, тихо, тихо. Угу. Сейчас. Господи, ты за рулем, что ли? Да. Ты сдурел? Ты собираешься на руль? Так, иди, положись на диване, проспишься, поедешь утром. Все, иди уже, давай, пожалуйста. Нет, ты, ты человек. Уйди. Не всегда не знал. Наконец-то. Я так соскучилась. Ты где был? Подожди, подожди. Сейчас не самое лучшее время, Марин. Да бог с ними, с делами, Андрей. Я знаю, что тебе нужно. Подожди. Надо поговорить. У меня плохие новости. Что, он умер? Нет, ну, лучше бы он умер. Господи, прости. Перестань. Он пока еще мой муж. Вот именно пока. Он разводится с тобой. Что ты несешь? Он заказал генетическую экспертизу. Зачем, не знаю. Но после этого сразу дал указание готовить документы на развод. Нет, пожалуйста, только не сейчас. Мам, ужинать скоро будем? Да, да, солнышко. Скоро пойдем. Мам, что случилось? Ничего, все хорошо. Я просто устала. Иди погуля. Иди, иди. Ты ничего не хочешь мне сказать? А что ты хочешь услышать? Ваня, от меня? А ты как думаешь? Почему ты раньше не говорила? А что бы это изменило? Мне кажется, я имел право знать. Ну вот ты знаешь. Что дальше, Андрей? Женишься на мне? Я теперь невеста бедная. Ты знаешь. Не будем торопить события. Я что-нибудь придумаю. Уж постарайся. Уж постарайся. Ты… Господи, ты совсем, что ли, сдурел? Ты чего не ночь? Ну, ничего, жри ведь. Пошел вон… Нет, да куда? Пошел вон из моего дома, быстро! Нет, тихо, 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 тихо. Слушай, вообще-то, это и моя половина квартиры тоже. Вали к своей жене и тёще, будет тебе твоя половина, понял? Пошёл вон! Кухня небольшая, но уютная. Ага. Ну, так здесь у нас гостиная. Проходите, пожалуйста. Окна во двор. Да. Это хорошо. А почему продаётся? С мужем разводимся, размениваем. Ну, не знаю. Квартира, конечно, неплохая. Да. Ну, вот, аура здесь… В смысле? Ну, понимаете, после вашего развода ощущается. Ну, и какую скидку вы хотите за ауру? Десять процентов. Простить мне это невозможно. Жаль, жаль. Но вы не торопитесь. Подумайте. Если передумаете, позвоните. Мы готовы, хоть завтра. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Так, а в чём он ушёл-то? Зачем он тебе? Что? У нас ребёнок. Ну, побойся Бога. Ну… Я знаю, мы виноваты перед тобой. Ну, прости нас. Ну, пожалуйста. А вставим в покое. Сама живи и дай нам семью построить. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, здравствуйте. Вы только что у меня квартиру смотрели. Я согласна. Давайте выходить на сделку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, и что ты ко мне в кабинет не поднялся? Пойдём, кофе тебе напоить. Не-не-не-не. Я знаю твой кофе. Мне ещё работать надо. Вот. Заявление об отказе от претензий, ходатайство, восстановление на работу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, и что ты за неё так хлопочешь-то? А? Или у тебя к ней личный интерес? Ну, какой интерес? Всё сложно. А ты не первый за неё просишь. Большие люди за неё хлопочут. Ну, хорошо. Главное, чтобы она в школу вернулась. Сделаю, что смогу. Я твой должник. Обязан. Давай. Точтёмся. Выметайся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло. Нина Ивановна, здравствуйте. У меня для вас хорошие новости. Звонили из департамента. Ковалёва отозвали все претензии в ваш адрес. Да вы что? В общем, если вы не против, мы снова готовы принять вас на работу. Вы как? Готова? Да, конечно. Ну, тогда в понедельник ждём вас. Хорошо. Спасибо. До свидания, Нина Ивановна. Тебе что? Нет. Отнес. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Сюрпризы любите? Да-а-а-а-а-а-а. Нина Ивановна. Спасибо большое. Быстренько по местам, ребятки, быстренько. Все, 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 все. Потом, потом пообщаемся. Все, надо начинать урок. Ну что вы, что вы. Так, все, все, все. Я тоже очень рада. Ну что? Ну что, начнем урок? Ну как дела? Как самочувствие? Самочувствие среднее. А дела, судя по вашему лицу, хуже некуда. Да. От вас ничего не утаившее. К сожалению, консервативное лечение не дало результатов. Можно попробовать одну новую методику, но… Все это бесполезно, так? К сожалению, она лишь ненадолго продлит вашу жизнь. А сколько? Максимум год. Ой, простите, я не знала, что у вас обход. А у нас сейчас по плану прогулка по зимнему саду. Ничего, мы уже заканчиваем. Угу. Так как насчет нового плана лечения? Давайте не будем продлевать огонь. Транспорт готов. Прошу садиться. Я что, похож на инвалида? Уберите. Подайте мне мой телефон. Но вы же не похожи на инвалида. Значит, и до телефона дотянетесь сами. Вы что, не боитесь потерять работу? Ну, сегодня мне это уже не грозит. У администрации рабочий день уже закончился. Так что, пока я еще не уволена, могу вас прокатить. С ветерком. Ну, если только с ветерком. Андрей, привези мне нотариуса. Я хочу изменить завещание. Так. Ну, что ты опять нос повесил, а? Что-то случилось? Нина Ивановна в интернете. Ах, стыдно. Стыдно тебе, а? Стыдно? А, все хорошо. Нина Ивановна идет. Здравствуйте. Здравствуйте. А, я просто хотела вас поблагодарить. Я страшно скучала по школе. Спасибо. Да это вам спасибо. Мы очень рады, что вы вернулись. Ну, что-то не очень похоже на радость, если честно. Ну, это похоже на муки совести. Ага, понятно. Катюш, да ладно тебе, давай уже мириться. Да. Очень жаль. Очень. Что ж, такая штука. Я завтра хотела ребятам кукольный спектакль показать. А помощника у меня нет. Очень нужна Петрушка. Петрушка? Я могу быть Петрушкой. У меня он дома есть. Я тебе так благодарна. Ты меня очень выручишь. Спасибо тебе огромное. Значит, договорились. Завтра приносишь Петрушку в школу. Угу. Договорились. Нина Ивановна, мы с Катюхой хотели съесть по паре пирожных. Вы не хотите к нам присоединиться? Отметили бы ваше попрощение чашкой кофе. Я бы с удовольствием, но, к сожалению, не могу мне отойти. Простите. Ну, завтра мы увидимся. Ну да. Мы завтра в любом случае встретимся. Ну да, конечно. Всего доброго. До свидания. Счастливо. Пока. До свидания. Все хорошо. Все, бежим домой. Нет, правда, это я вас не успокаиваю. Какой-то я вам сейчас поговорю. Итак, правки я внес. Давайте еще раз все проверим. Ваш сын Иван Сергеевич Рыков получает ежемесячное пособие до достижения им совершеннолетия. После он наследует долю в 10% от всего вашего имущества и 10% акций вашей компании. А также 30% вы жертвуете в фонд помощи онкологическим больным, а оставшуюся часть акций имущества завещаете Нине Ивановне Виловой. Верно. И добавьте, пожалуйста, в благодарность за подаренный мне год и шесть. Сергей Владимирович, но ведь это огромные деньги. Я понимаю, что вы благодарны этой женщине, но ваша жена, она… А, кстати, Женя, ты же обещал мне ускорить процедуру развода. Я работаю над этим. Извините. Как раз адвокат звонит. Не буду вам мешать. Да, подписал. Тебе ничего. Черт, Марин, он все Ванькиной… Ванькиной учительнице отписал. Нине Беловой. Да успокойся, Марин, пожалуйста. Пожалуйста, успокойся. Я сам в шоке. Я что-нибудь придумаю. Обещаю. Куда стоять хотели? На кухню. Проходите, пожалуйста. Вот сюда. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Андрей, привет. Я вот думаю, как-то неправильно, что мы больше не видимся. Знаешь, мне кажется, что я скучаю. Может, сходим куда-нибудь? Ты знаешь, а я не против. Давай. Хорошо, я заеду. Хорошо. Мы с вами... elf мая б smooth л最後 В Субтитры подогнал «Симон» 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 А почему ты работаешь с сиделкой? Молодая, красивая. Ну, кто-то же должен этим заниматься. Давайте. У меня мама от рака умерла. Мы с сестрой за ней пять лет ходили. Отца инсульт разбил. На реабилитацию денег нет. Теперь к нему привязаны. Так что это то, что я лучше всего умею. Спасибо, что ухаживаешь за мной. Ты ведь не бросишь своего большого капризного ребенка? Еще чего. Только если вы будете меня слушаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, как ты? Все, свободно. Да? Ну, а это надо отпраздновать. Да ты знаешь, что-то не хочется. Ну, ты смотря как праздновать. Я помню, ты говорила, что любишь старое кино. Приглашаю. Ну, не столько комедии. Хорошо. Пошел. Спасибо. Так. Держи. А это что? Это, это так. Это чтобы ножки отдыхали. Это для Ройотто. Плед. Пожалуйста. Боже мой. Вот так. Спасибо. Так. И какой же кинотеатр без попкорна? Да ты что? Даже попкорн? Да. И кофе. И кофе. Пожалуйста, подержи. Так. Кино. Так. Кино. Комедия, да? Так. Огни большого города. Подойдет? Я обожаю. Отлично. Наслаждайся. Сеанс начинается. Слушай, ну, я, я правда не думала, что день моего развода может закончиться вот так. Спасибо. Пожалуйста. А, держи. Да, да, спасибо. Иди. Прошу, не болите его. Он ночью, неважно, спал. Уж как-нибудь сама разберусь. Все нормально. Уставь нас на минуту. Что тебе нужно? Сереж, прости меня. Я не знаю, за что, но прости. Вот сейчас я точно проснулся. Ты не знаешь, за что? Да, мне сказали, что ты заказал тест. Но это какая-то ошибка. Они там что-то напутали в своей лаборатории. Марин. Я знала, что ты меня простишь. Браво. На мгновение я тебе даже поверил. Ты очень хорошо играла все это время. Но оставшееся я не хочу тратить на этот спектакль. Это не игра. Мои чувства к тебе не игра. Ты слышишь? Перестань. Сереженька, миленький, я так соскучилась по тебе. Я очень соскучилась по тебе. Марин, ну правда, противно. Ваня очень скучает. Ну, я всегда рада, вы видите, пусть приезжает, но без тебя. А можно мы еще в доме поживем? Для Вани переезд будет стрессом. Новая школа, и тебя нет. Месяц. А теперь уходи. Сергей Владимирович. Сергей Владимирович, вам больно? Да. Так. 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 Я сейчас в скорую позвоню. Не надо. Не надо. Просто посиди со мной. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну, как прошло? А ты как думаешь? Я предупреждал. Твой муж крепкий, Орешек. Если принял решение, все. А ты уже тоже принял решение, как я посмотрю? О чем ты? О том, Андрей! Как меня выкинули из завещания! Я тебя практически не вижу! Я же объяснял. Мне нужно время. Я ищу выход. Да ищи лучше! Я тебя услышал. Извини, мне нужно бежать. Да, подожди! Можешь забрать Ваню? У него какой-то пикник с классом. Я уже не успеваю. Хорошо. Заберу и привезу. Давай! 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 Так. Готовьтесь следующий. И... Давай! 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 Так. Давай! 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 Катя! 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 Давай! Давай! Ваня! Давай! 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 Катя! 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 Ура! Так стоп! Ребята, вот это финал закончилось потрясающей ничьей! Дружеский! Нет! 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 Тихо! 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 Тогда я предлагаю суперфинал, ребят! Дети против пап! Угу! Я здесь один, папа! Ну, значит, вам одного и отдуматься! Давайте, давайте! Или вы струсили? Нет, ладно! Хорошо, хорошо! Он струсил! Всё, всё, мы договорились! Итак, сначала нам нужно сделать разминку! Давайте! Быстро приседаем! Быстро! До конца так! Приседаем, приседаем, приседаем! Погрели ноги! Покрутили! Руками! Покрутили головой! Покрутили ушами! Так не можете, ладно! Чтобы уравнять наши шансы, я предлагаю бег в мешке! Папа бежит в мешке! Так! Так! Готовы? Внимание! На счёт три! Смотрим на меня, да! Раз! На старт! Два! Внимание! Марш! Погнали! Тихо-тихо-тихо-тихо! Стоп! 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 Так! Ребята! По-моему, наш полуфинал закончился! Срочно! Вань! Пойдём! Ты мне нужен! Я что-то придумала! Угу! Угу! Я думаю, что ваши волшебные руки меня излечат! Так! Внимание! Внимание! Шоу «Волшебные руки»! Эйни бэйни реки-таки! Буль-буль-буль-кара-ки-шмаки! Эйус-бэйус-краснадеус! Бац! Талантливо! Помогайте! Бац! Бац! Есть! Работает! Отлично! Спасибо! Простите! Сейчас! Секундочку! Так! Ну, а мы с вами вернёмся на старт! Давайте ещё раз попробуем! Привет! Привет! Как там твой пикник? А-а-а! 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 Ты знаешь, замечательно! Надо тоже как-нибудь съездить! Можно не ждать! Скоро я заеду! Что, серьёзно? Вообще-то, Марина Алексеевна попросила забрать Ваню! Я не стал отказывать! Потом заброшу тебя домой! Ну, отлично! Спасибо! Зачем мы ушли? Было весело! Папа у тебя такой классный! Классный! Только у всех мам поехали! У меня вообще никто не поехал! Папа болеет! Мама тоже! Слушай! А твоя мама могла бы моего папу вылечить? Могла бы! Только её надо сюда вызвать! Я тебя для этого сюда и позвала! Как это? Ты что, не понимаешь? Если я сильно заболею, то мама сразу же ко мне приедет! Папа всегда говорит, не снимай куртку, чтобы тебя не продуло! Вот пусть меня и продует! Упс! Папе это не понравится! Я полезно! Подожди! Вдруг ты упадёшь! Уйди, трус! Кать, подожди! Я сейчас палку принесу, и мы подцепим! А-а-а! Катя! Да что ж вы только набросились-то! Никто ж не отнимет! Голодные набегались! Нагуляли аппетит, да? Тогда не набрасывайтесь вы так, ребят! Ну всем хивайте! Не волнуйтесь! Всем хватит даже с добавкой! Ну давай! Вкусно? Конечно, набегались! А Катя где? А-а-а! Где-то здесь! Да? Что-то Вани тоже не видно! Милан! Миланчик! Ты Катю с Ваней не видела? Да они же туда пошли! Давно? Ну, когда папа Катя при книжке! Ага! Я сейчас! Угу! Так! Это вам! Всем хватит! Не волнуйтесь! Уберите, берите, берите! Нина Ивановна! Господи, Ваня! Ваня! Нина Ивановна! Помогите! Там Катя упала! Где? Там! Давай скорей! Катя! Папочка! Кать! Где? Где? Так! Так, быстренько, за помощью! Бегом! Держись, мой хороший! Катю! Теперь Gaza наберешь! Щас! Подожди! Сейчас! Ой! Так! На, хватайся! Двумя руками хватайся! Чтобы подожди, подожди! Стой! Щас! Подожди, я упор возьму! Так, давай. Крепче держись и подтягивайся! Давай, моя хорошая, давай, умничка! Умничка, давай, давай, еще! Подожди, подожди, мой хороший, подожди, не суретись! Давай-давай! ЛучING! Давай-давай-давай-давай! Давай еще немножечко! Ну, чуть-чуть! Умничка! Ну, вот, вот, немного осталось. Сейчас. Так, ну, давай, мой хороший, давай! Давай, давай, давай! А-а-а! Бежим, бежим! Катя, иди сюда. Как ты? Поранился. Болит что? Очень холодно. Тебе нужно что-то тепло надеть. Холодно. Это вы, мои хорошие. Где Нина? Нина Ивановна, где? Она упала. Где? Где она? Там. Нина, вы меня слышите? Нина, вы меня слышите? Нина, она жива? Нина! Она дышит! Нина, 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 очнись. Нина, Нина, очнись. Ты слышишь меня? Нина! Да вызовите же кто-нибудь скорую! Нина, 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 ниночка. Нина. Ну вот. Слава Богу, ты пришла в себя. Я так за тебя волновался. А я что, в больнице? Давно? А Катя где? Всё в порядке. Ничего серьёзного. Небольшое переохлаждение. Ты её спасла. Да, я помню. И… Я упала. Помню небо. Твои глаза помню. Ты меня спас. Давай не будем вспоминать этот день. Для тебя сейчас самое главное – покой. ты меня уже дважды спас. Ты мой ангел-хранитель. Я так за тебя испугался. Больше не оставлю тебя ни на минутку. Простите, пожалуйста. Нина, Белова, она в какой палате? Белова. А, это в пятнадцатый. За углом – налево. А, спасибо. А… Добрый день. А… Как Нина? Нина Ивановна. Пришла в себя. Я хотел поблагодарить её за Катю. Я передам благодарность, но сейчас мою невесту лучше не тревожить. Невеста? Именно. Вы же понимаете, в такие моменты человеку комфортнее находиться в кругу семьи. Передайте всему классу, что она идёт на поправку. До свидания. Понятно. Папа, как Нина Ивановна? Она скоро выздоровеет? Думаю, скоро. А можно и мне к ней в больницу? В больницу? Не надо. Ты лучше сделай с друзьями для неё подарок. Нине Ивановне будет приятно. Классная идея. Принцесс, у меня тоже для тебя есть подарок. Часы. Не простые часы, а умные. С ними я всегда буду знать, где ты находишься, и никогда тебя не потеряю. Ну что ты, папочка, я, честное слово, больше никогда не убить буду. Спасибо тебе. Спасибо. Садись. Давай разбираться, как они работают. Так. 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 Спасибо. Спасибо. Я взял тебе эклеров. Ты ведь любишь эклеров? Обожаю. Боже, какой аромат. Как я мечтала о хорошем кофе. Опа. Спасибо. Ешь, ешь. Набирайся сил. У тебя хороший аппетит. Это здорово. Боже, чудо. Слушай, у меня к тебе просьба. Еще прошлых? Нет. Точно нет? Ты не мог бы съездить ко мне домой, привезти какие-нибудь вещи? Ну там, переодеться, косметичку? Да, конечно. Но ты мне и в пижаме больничный нравишься. Ты еще не спишь? Я жду-жду тебя, Андрей. И вчера, и позавчера. Прости. Твой муж, хоть и болен, все еще требует отчетов по бизнесу. Моя работа, слава Богу, пока еще приносит деньги. Я соскучилась. Я быстро в душ. Тихо. Черт. Городская центральная больница. Иди ко мне. Иди ко мне. Спасибо, что согласился Ваню подвезти. Да не чужие ведь. Давай, давай. Анька, залезай в машину. Можешь, пожалуйста, мой бустер принести? Я дома забыла. Окей. Мам, я же не маленький. Хоть ты полиции расскажешь. А что это такое? Ничего. Ничего, солнышко. На, ставь быстрее, опоздаю. Ага. Как маленькая моя. Ну все. Давай. Давай. Нина Ивановна, мы очень скучаем. Выздоравливайте быстрее. Три, четыре. Три, четыре. Молодцы, куда? Да. Отпустили. Да? Привет. Привет. Вот, взял все, что ты просила. А мне из школы звонили, очень меня ждут. Ну ничего, подождут. Сейчас для тебя самое главное восстановиться. А еще мне ребята такое видео замечательное прислали, скучают по мне. Я тоже соскучилась, ужас. Здорово. Ну что, выбирай. Я тут пол шкафа тебе пригласила. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не могли бы мне помочь? Мне нужно узнать, к кому в больнице ходит этот мужчина. Женщина. Я понятия не имею, кто к кому ходит. Пожалуйста, я вас очень прошу, как женщина, женщина. Я вам как сотрудник больницы говорю, не имею права давать информацию. Хорошо. Хорошо, сейчас посмотрю, кто в пятнадцатой лежит. Мужчина. 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 Покажи. Мужчина. Папа купит. Марина, ты с ума сошла? При ребенке. Ну, какие у нас все правильные. Прям мнимо над головой. Ну, что случилось? Да ты мне скажи. Что случилось? Думаешь, я не знаю, к кому ты в больницу таскаешься. А я думаю, он что, ко мне дорогу забыл, что ли? Я же должен держать Нину под контролем. Ну, думаешь, я не знаю, что я уже беспеспиртивна совсем. А там деньги, конечно. Симпатичная мордашка. Молодец. За вас? Я же для вас стараюсь. Я все сделаю, чтобы вернуть деньги в семью. Очень хочется верить в это, Андрей. Ну, наконец-то дома. Это что, Андрюш? Я не понимаю, это не моя квартира. Твоя. А как это вообще возможно? Что-то... Нравится? Мне нравится очень, конечно. Это ты все? А когда? А когда? Как это? Я не понимаю. А когда я ездил за твоими вещами. Подумал, что возвращаться сюда тебе будет неуютно. Вот и взял на себя смелость немного улучшить все это. Хорошо, пойдем. Немного? Боже мой. Нет, я, конечно, на внеклассном чтении читаю ребятам сказки про то, как прекрасные принцы кидают к ногам принцесс по полцарства. Ну и коней, кстати, в придачу. Нин, прости, про коня забыл. Еще страшно, но я переживу. У меня нет полцарства. Зато все, что есть, это твое. Андрюшка, спасибо. Спасибо. Доброе утро! Тихо, 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 тихо. Я тоже очень рада вас видеть. Ой, какие же вы у меня хорошие, а? Нина Ивановна, а вам понравилось наше видео? Ты знаешь, очень. Оно мне так помогло. Оно на меня подействовало гораздо лучше, чем лекарство. А мы еще рисунки хотели нарисовать, но не успели. Так это надо срочно исправлять. Ребят, а давайте-ка мы заменим урок математики на урок рисования. Да! 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 Быстренько собирайся, да. Да, страшно. Остарожно! Осторожно! Остарожно! Папа! Папа! Ну, чего ты такая веселая, а? Нина Ивановна вернулась. Вот как? Погуляй, хорошо? Чтобы я тебя видел. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так и не сказал вам спасибо. Да ну что вы, а главное, что все хорошо закончилось, правда? Я очень рад, что вы поправились. И вообще, что у вас так все удачно сложилось. А я вам хочу сказать спасибо за то, что вы сняли это видео. Я по несколько раз в больнице пересматривала, настроение себе поднимала, правда. Только оно? Простите. С возвращением. Нам пора. Всего хорошего. Кать, пошли. Алло. Да, Андрюш, я уже выхожу. Давай. Что происходит? Спасибо. Так, что мы празднуем? Давай, признавайся. Я надеюсь, что мы празднуем. Ты почему такой таинственный? И что происходит? Секунду. Сейчас. Наши фирменные блюда. Тебе понравится. У меня только один вопрос. Ты догадываешься, какой? Андрюш, это правда неожиданно, и мы с тобой... Да, я понимаю, но я чуть не потерял тебя. Ты меня постоянно перед глазами. Я боюсь, что я открою глаза, а тебя нет. Слушай, я только что... Да, 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 я знаю. Я все понимаю. Ты еще не отошла от предательства мужа, и ты боишься, что тебе сделают больно. Я, знаешь, я тоже боюсь. Я очень хочу, чтобы мы возвращались в наш дом, чтобы у нас было много детей. С этим очень большая проблема, Андрюш. Ну, ничего. Сейчас медицина черного, но далеко вперед. Все это уже проходило, и я... Мы можем попробовать еще, если ты хочешь. Главное, чтобы ты была счастлива. Я сделаю для этого все. А знаешь что? Я подумаю. Обещаю, что ты не пожалеешь. Прости. Это Рыков, прошу прощения. Да? Да, Сергей Ваенович. А, прямо сейчас. Хорошо, я приеду. Прошу прощения, романтического завершения вечера не получится. Мне нужно ехать. Какое-то срочное дело. Прости, пожалуйста. Извини. Пока. Романтический завершения. Запомнила с романтической. Романтическая. Спасибо. Романтическая. Срочное. Виктория. Романтическая. Романтическая. Представляешь, я сейчас понял, что последний раз смотрел на звезды только в глубокой юности. Потом надобности в этом не было. Да и времени. Все куда-то бежал, зарабатывал. Короче, суетился. А зачем? В жизни ведь что самое главное? Семья, любовь, отношения. По сути, то, чего у меня нет. А я? Обещаешь мне выполнить одну мою просьбу? Да, конечно. Я очень боюсь дойти до состояния овоща. Очень боюсь. Поэтому, когда мне станет совсем плохо, и я буду готов, веди мне морфин. Столько, сколько надо, чтобы… Нет. Послушай. Нет, 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 нет. Я понимаю, это тяжело. Не заставляй меня. Просто помоги мне. Я… Я не требую, я прошу. Я сам этого хочу, понимаешь? Сергей Владимирович, доброй ночи. Как самочувствие? Паршивое. Оставь нас, пожалуйста. Потом договорим. Завтра с утра поедешь в банк, откроешь счет на мое имя. Угу. И переведешь на него 25 миллионов. Понял. Потом дуешь к нотариусу. Оформляешь дарственную на имя… На Олесю. Доступ к счету она получит после моей смерти. Сергей Владимирович, это на вас лекарство так действует? Ты хамишь? Нет. Простите. Но я не понимаю. Она же медсестра. Вы ее совсем не знаете. Присядь. Ты в детстве кем хотел стать? Что? Не знаю. Космонавтом. Вот. Таким стал? При чем здесь это? Ну, при том, что мечты должны сбываться. Я хочу, чтобы у этой девочки они сбылись. Хотя бы частично. Хорошо. Я все сделаю. Андрей. А ты давно смотрел на звезды? Не помню. Давно. Делай это почаще, космонавт. Открыто. Открыто. Привет. Привет. А это что? Это сюрприз. Та-да. Та-да. Как тебе? Очень красиво. Просто ощущение, что чересчур. Слушай, честно говоря, мне даже пригласить-то некого на свадьбу. Понимаешь? А нам никто не нужен. Хочешь, устроим праздник для нас двоих? Это же наш день. Да, давай праздник для двоих. Что такое? Совсем платья не хочешь? Джинсы и футболки? Хорошо. Ну, не так экстремально. Я не то чтобы принципиально против платьев. Просто... Я правда не понимаю, к тому так торопимся. Мы друг друга толком еще не знаем. Ну, зачем это все? Ну, ладно. Я ненавижу лук в котлетах. В школе я был троечником. Первый раз поцелался в седьмом классе. У нас еще вся жизнь, чтобы узнать друг друга. Или ты целовалась раньше на меня? Нет. Тогда, может быть, вот это? Как? Посмотришь? Отлично. Посмотрю. Я занят. Приеду, как освобожусь. Если выбирать, то, наверное, это. Да? Идеально? Идеально. Ахахаха. 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 Ахахах. Хотела сказать спокойной ночи. Ахахаха. 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 Ты же понимаешь, теперь так будет всегда. Ахахах. Субтитры создавал DimaTorzok Марин, я не могу являться по каждому твоему капризу А ты не являешься, опять у нее был, только не ври мне, пожалуйста Был, Марин, был, и врать не буду, я женюсь Так надо, я верну деньги Ты думаешь, я в это поверю? Давай только без цен Я тебе не позволю Слышишь, я тебе не позволю Мы можем просто спокойно поговорить Я не дам тебе жениться на ней Я ей все расскажу Да? Пьющая мать без средств существовала? Как это травмирует ребенка При чем здесь Ваня? Только подойди к Нине Сына больше не увидишь Приведи себя в порядок Доброе утро Что-то ты сегодня разоспался День сегодня просто загляденья Солнце такое яркое Сережа 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 Господи, Серёжа. Дорогая. Слушай, как хорошо, что мы вдвоём. Да, наконец-то. Знаешь, о чем я сейчас думаю? Ну, о чём? Да, да. Сейчас я заберу свидетельство, и на этом всё. Надеюсь, на Кате это не отразится. Просто закажем с камерой домой. Отлично, я только рад. Хорошо. Да. Спасибо тебе. Пока точно ничего сказать не могу. Но, если честно, смерть выглядит подозрительной. Что вы имеете в виду? Судя по цианозу кожи, похоже на передозировку или отравление, но более точную причину установят вскрытие, а это уже им разбираться. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Скажите, а долго ещё? А то у меня отец и сестра волнуются. Мне кажется, вы не до конца понимаете серьёзность вашего положения. Ну, какое положение? Я же вам всё уже рассказала, и про ампулу, которую вы нашли, и про желание Сергея Владимировича уйти из жизни. Присаживайтесь. Да, тут у вас всё гладко. Только вот вопрос. Почему вы забыли сообщить про деньги, которые завещал вам покойный Рыков? Какие деньги? Двадцать пять миллионов рублей. Я ничего про это не знаю. Да. Давайте-ка пройдёмся по фактам. Смертельно больной Рыков оформляет на вас дарственную. Деньги вы можете получить только после его смерти. Но вот ведь совпадение. Рыков умирает. Но только не от болезни, а от передозировки обезболивающими. И вуаля. Деньги у вас в кармане. Вы хотите сказать, что я его ради денег? Я хочу сказать, что вы задержаны, гражданка Смирнова, по подозрению в убийстве гражданина Рыкова. Уведите. Вы ошибаетесь, я этого не делала. Пройдёмся. За тебя, жена. За тебя. Что? Что? Первый танец молодых. МОН. ПОДПИСЯ 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 МОН. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Может, лучше прилечь, Нина Ивановна? Уж очень бы бледная. У меня все хорошо. Я нормально себя чувствую. Привет. А ты с кем там сейчас разговаривал? А, это так. Прохожий адрес перепутал. Да ты что? Ты все еще мне показал, что я его узнала. Ты перепутала. А темно уже. Ты как-то устала выглядишь. Ты знаешь, опять голова кружится. Какой-то прям шум в ушах. А травяной чай пила? Я тебя ждала. Давай налью. Держи. Ой, спасибо. Держи. Субтитры сделал DimaTorzok Держи. Привет. 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 Как дела? Я думаю, что это никто не открывает. Звоню, звоню. Как ты сюда попал? Ваня услышал. А ты, оказывается, и это умеешь. Да. Одинокие женщины быстро учатся. Держи. Я пытался связаться с тобой. Зачем? Позвать домработницей ваше новое семейное гнездышко? Зачем ты так? Я вам Ваня подарки принес. На наши деньги. Молодец. Марин, прекрати. Каждый день у вас дома. Скоро все закончится. Каким образом? Интересно. Она уже почти готова. Скоро дорогая Нина Ивановна станет пациентом психушки. Ты уверен, что все получится? Более чем. У нее уже начались провалы в памяти. Ладно. Потом поговорим. Мне надо Ваню в школу везти. Да. Вань! Я здесь! Ты уже собрался? Молодец. Дядя Андрей отвезет тебя в школу. А после школы посмотри, что я тебе привез. Лады? Господи, Нина Ивановна, не дай бог сверзитесь. Ой, Любаш, у меня столько энергии, просто девать некуда. Аккуратненько. Да мне в удовольствие, правда. Ну сказали бы, я сама бы эти лампочки заменила. А что здесь происходит? Ой, привет. Ты знаешь, я решила наконец дому заняться. Мы с Любашей утром съездили в магазин. Ну ладно, я обед накрою. Давайте. Ты голодный? У меня такой аппетит проснулся. Мне гораздо лучше. А сделай мне, пожалуйста, кофе перед обедом. Давай лучше травяной сбор, раз он тебе так помогает. А вот ты знаешь, наоборот, я его два дня не пью, и мне прям полегчало. Да? Ну а почему? Не знаю. Может там в состав какая-то трава входит, на которую у меня реакция. Да, может быть. Ты знаешь, сколько у меня сил? Я, наверное, скоро на работу выйду. Отлично. Кофе? Да. Точно. Скоро выйдешь на работу, надеюсь. О, да. Я уже обалдела дома сидеть. Да. Знаешь, что такое психушка? Нет, надо у папы спросить. Может, не надо? Нет, надо. Привет, молодежь. Привет. А чего у вас такой спор? А? Здорово. Пап, а что такое психушка? А, ну, это психиатрическая больница, куда кладут. Погоди, а где ты это слово слышала? Ну, давай, скажи. Да к нам дядя Андрей заходил. Так. Я слышал, что он маме сказал, что Нина Ивановна туда скоро попадет. Куда? В психушку? А по подруге? Нина! Да! Ниночка, спустись, пожалуйста. Что такое? Спрошу. А в честь чего эта красота? А что, сегодня праздник какой-то? Да, праздник. Будем праздновать день твоего возвращения к нормальной жизни. Вдвоем. Горячее сразу подойду. Я позову. Я тост. Хочу, чтобы глаза моей прекрасной жены всегда так блестели. Где бокалы? Сейчас, секунду. Можешь салатико. Умираю с головы. Хорошо. Удивил. Вот. Пьем до дна. Чтобы счастье было полная чаша. Ну, как я могу до дна? Но ты много налила. Ну, сколько смажешь. С непривычки. Тяжело так много сразу. Нет, не могу. Потанцуй. Что? Что сегодня за день такой? Ой, как прям уж. Голова закружилась. Это от вина. Ну, как-то очень приятно на этот раз закружилась. Сейчас. Нина. Темно вдруг, знаешь. Нина. 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 Люба! 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 Что? Что случилось? Что? Вызови срочно, срочно скорую. Вот номер платный. Скорей. Нина. Давай. Быстрее. Нина, Нина, Ниночка. Нина. Ниночка. Нина. Доктор, можно вас? Да. Скажите, пожалуйста, с ней ведь все будет хорошо? Пока сложно сказать. Значит, вы говорите, с ней все было хорошо. Да, она прекрасно себя чувствовала, но вот я, когда искал ее документы, на тумбочке нашел пустую пачку таблеток. Посмотрите. Это стверно. Погоди. Нина. Да погоди ты. Молодой человек. Молодой человек. Вам куда нельзя? Мне надо просто узнать, что Нина. Вам куда нельзя? Нельзя. Да погодите, ну. Лучше сказали, нельзя. Я просто хотел узнать, что произошло, почему здесь скорая. Простите. Пожалуйста, скажите мне, что случилось? Хозяйка таблеток наглоталась. Пойдемте в дом. Холодно. В данный момент вашей супруге уже ничего не угрожает, однако мы должны это наблюдать. Это необходимо в случаях, когда человек совершает попытку суицида. Да-да, конечно, доктор. Главное, чтобы моя жена не повторила этого. А скажите, сколько будет длиться лечение? Ну, стандартный период пребывания две недели. В дальнейшем зависит от пациента, от его состояния. Понял. Я хотел бы, чтобы они здесь позаботились особенно для ее же блага. Если вы понимаете, о чем я. Ну да. В особых случаях у нас есть углубленный курс маникаментозного лечения, но об этом я думаю, лучше поговорить в моем кабинете. Конечно. Прошу. Давайте еще раз. Расскажите мне о состоянии, поступившей к вам Нины Беловой. В чем проблема? А я повторяю вам. Подобную информацию выдают только родственникам. Вы родственник? Нет. Тогда ничем не смогу вам помочь. Ладно. Позовите главврача. У главврача рабочий день уже закончился. Он будет только завтра с утра. А в этой богадельне есть хоть кто-нибудь, кто его замещает? Мужчина, если вы не перестанете скандалить, я вызову полицию. Это что ж такое-то, а? Охрана! Что ты здесь делал, а? Скажи мне! Что ты здесь делал?! Какое вообще тебе дело до моей жены? Да ты… Да ты специально ее сюда упёк! Ну специально же! Я этого так не оставлю! Слышишь вы меня?! Я этого так не оставлю! Вы как? Все в порядке! Я сейчас вызову полицию! Нет, нет. Все нормально. Нервный поклонник моей жены. Не будем портить ему жизнь. Ну, как скажете. Ну, я надеюсь, что в платной клинике за мои деньги могут обеспечить порядок и безопасность. Безусловно, этот человек здесь больше не появится. Спасибо. Без пятьдесят девять. Проспал все-таки. По пятницам Лев Юрьевич принимает только после двух. Молодой человек! Вам назначено! Слушайте, я отсюда не уйду, пока не поговорю с врачом. Мы же вам уже объясняли. Вся информация о пациентах только для родственника. А сегодня свободное место есть у психиатра? Да, после обхода есть время на одиннадцать пятнадцать. Запишите мне, пожалуйста. Это… Да погоди ты! Меня запишите. После женщины. К психиатру. Вы что, откажите мне в получении медицинской помощи? Первый раз у нас? Что, не видно? Да, первый. Паспорт тогда давайте. А что здесь происходит? Думаете, одна такая? Готовьтесь к уколу. Зачем? Да. Доктор вам новую методику прописал. Я не дам себя колоть. Ой, это не новость. Надо, пожалуйста. Санитар. Надо, пожалуйста. Пожалуйста. Не прошу. Не надо, пожалуйста. Не надо, пожалуйста. Боже. Все. Все. Я вам уже все объяснил. А что вы мне объяснили? Она вообще жива? А угрозы ей жизни нет. Да я уверен, что все это устроил ее муж. Устроил? Простите, что? Да вот это. То, что она здесь оказалась. Вы считаете, я не в состоянии оценить, нуждается пациент в госпитализации или нет? Я этого не говорил. Просто знаете ли… Просто покиньте мой кабинет. Да послушайте вы меня, я же говорю… Мне позвать охрану? Ладно. Андрей. Послушайте, ко мне сейчас заходил некто Ковалев, очень интересовался состоянием вашей жены. Я решил, что вам необходимо это знать. Да-да-да. Ой… Простите. Простите меня. Простите меня. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Белова. Белова. А вы куда? Белова. Я вам говорю. Куда? Белова. Я вам говорю. Куда? Помогите. 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 Я здесь. Нина. Нина, я… Помоги мне, пожалуйста. Я здесь. Я здесь. Я здесь. Белова. Я. Я… Пожалуйста, помогите мне здесь. Я… Я… Пожалуйста. Пожалуйста. Помогите, я не надо. Все, все, нагулялась. Не надо. Нина. Я тебя спасу. Я тебя спасу. Я там деньги на столе оставил. Купи Ваньке куртку. Вырос уже из нее. Ну и себе что-нибудь возьми. Хочешь белье новое. Мне белье от старой жизни навалом осталось. Мне бы обувь удобную. Сапоги, как мамаша, носят. На моих каблуках в школу не добегаешься. Я долго тебе в школу бегать остался. Скоро будет у тебя и водитель, и прислуга. Все идет так, как я задумал. Нина будет держать в психушке столько, сколько потребуется. Я не знаю. Это все как-то… не по-человечески. Вот так, мам. Дорогая, я же для тебя все делаю чем-то недовольна. Для меня ли? Я еще раз вам объясняю. Муж специально упек ее в психбольницу. Зачем? Я не знаю. Не уверен. Но это действительно он. Слушайте, зачем вы лезете в чужую жизнь? Они мы же жена. Сами разберутся. Пока нарушение закона я здесь не вижу. Вот как? А если Нина здорова, зачем ее держат на препаратах? А если не здорова? Вы же не врач. Ну, кто-то же должен разобраться с этим. Знаете что? Если вы не примите мое заявление, я пойду к вашему начальству. Ладно, давайте вы сюда. Белова. Белова. Где-то фамилия мне-то уже попадалась. Кажется, здесь. Так это та самая Нина Белова, которая получила большую часть денег бизнесмена Рыкова? Ну да. Теперь она в психушке? Ну так вот именно. Очень интересно. Добрый день. Что за срочности? Мы же вроде все обсудили в прошлый раз. Увы. Возникли непредвиденные обстоятельства. Из полиции пришел запрос на вашу супругу. Они требуют медицинское запрещение. Вот запрос. Ну так дайте. Вы же ее лечащий врач. Поскольку речь идет о недобровольной госпитализации, признать ее недееспособной может только суд. Но на суде вы же можете дать нужное экспертное мнение? Нет. Я доплачу. Если она не потребует независимой экспертизы, я рискую своей репутацией. Она дороже денег. Мне кажется, я знаю, откуда ветер дует. А что мы делаем? А может, это даже хорошо. Я забираю Анину домой. Выписывайте. Но вам не нужно экспертное заключение, в котором будет написано, что у нее была попытка суить сюда. Ну хорошо, я это сделаю. Условия те же. Договорились. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сунешь от Белова еще раз, девчонку свою не увидишь. Понял? Понял, спрашиваю? Понял. Ну, как наши дела, Аннина Ивановна? Вижу. Ну, как наши дела, Аннина Ивановна? Вижу. Анализы у нас нормальные. Состояние стабилизировалось. Я не вижу смысла вас здесь держать больше. Вы что, меня выпишете? Прямо сейчас? Ну, прямо сейчас. Я подготовлю выписку, назначу медикаментозное лечение, которое вы обязательно должны будете продолжить дома. И все. Спасибо. Давай, пока. Будьте осторожны. Ладно? Пока. 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 Ульяна, привет. У меня к тебе просьба. Я к тебе, Катюху, на недельку отправлю. Это он меня на работе завал. Это и она по тебе соскучилась. Ладно? Спасибо. Пока. С возвращением, Нина Ивановна. Мы все так тут переволновались из-за вас. Все нормально. Мы дома. Теперь ты быстро поправишься. Да, мои стены помогают. А мы сделаем все, чтобы ты вернулась в прежние жизни как можно скорее. А знаешь, почему я настоял на твои выпуски сегодня? Вспоминай, какое сегодня число? У тебя же день рождения. Да ты что? Надо же, я забыла. Надо устроить праздник. Первый день рождения в этом доме. Прости, Андрюша, я никого видеть не хочу. Понимаю. Только вот твои ученики про тебя спрашивают. Беспокоятся. Я и подумал, Нин, может, назовем кого-нибудь? Аркач, и по войне я соскучилась. Конечно, Ниночка. Это же твой день. Так, детки, проходим, проходим, пожалуйста. Давайте, проходим, проходим. Аккуратно, парами, парами. Ваня! Идем. Мам, ты чего так рано? У нас продленка. Мы с Катей еще не погуляли. Привет, Катюша. Здравствуйте, а мы сегодня вечером к маме уезжаем. Да, да что ты. А у меня для вас с Ваней есть сюрприз. Сюрприз? Какой? Терпение, скоро узнаете. Пока сбегайте за курточками и позовите меня, пожалуйста, Светлану Станиславовну. Светлана Станиславовна, ты моя мама пришла. Она хочет с вами поговорить. Да, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана Станиславовна. Я мама Вани Рыкова. Да, а вы сегодня что, на продленку не остаетесь? Нет, нас Нина Ивановна пригласила на день рождения. И Катю тоже. Мы ее с собой заберем. Ну, по поводу Кати мне никто ничего не говорил. Ну, дети дружат. Мы с папой и Катей все обсудили. Он должен был вам позвонить. Нет, к сожалению, он не звонил. А Нина Ивановна не писала вам СМС? Сейчас посмотрю, конечно. Да, вот есть. Ну что ж. Ладно, забирайте их. В следующий раз, пожалуйста, предупреждайте заранее. Да, я понимаю. Извините. Пойдем. До свидания. До свидания. Алло. Здравствуйте. Это Светлана Станиславовна. Да, я просто звоню сказать, что Катя уехала с Ваней и забрала Ванина мама. Не понял. Как это уехала? Ну, вы же сами разрешили. Что вы наделали? Тук-тук-тук. Нина. Ниночка. Ничего себе. Здравствуйте. Вот это сюрприз. Привет, мои дорогие. Господи, как я соскучилась. А это вам. Спасибо большое. Ось, а я совсем без подарка. Я просто не знала, что мы к вам приедем. Да ну что вы, вы мой самый главный подарок. Спасибо, что пришли. Подождите. Я часы вам подарю. Нет-нет-нет, мой хороший, это очень дорогой подарок. Я думаю, что папа будет против. Папа не будет против. Это волшебные часы. Мы с папой всегда будем знать, где вы. Давай мы с тобой так договоримся. Я в честь праздника сегодня их надену, потому что они очень красивые. Но вечером я обязательно все-таки тебе их верну. Хорошо? Хорошо. Ну отлично. Вы слышите? Кто-то скребется. Кто же это скребется? Кто это, а? Привет-привет, дорогие друзья! Меня зовут Тролль. А теперь давайте знакомиться. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Меня зовут Катя. Катюша, давай Петюню. Отлично. А тебя, богатырь, как зовут? Ваня. Ванюк, тоже Петюня, давай скорее. Отлично. А скажите, пожалуйста, где наша имениница Нина? Вот она. Какая большая. Да какая нарядная. А, кажется, я понял. У вас сегодня какой-то праздник? Да. День рождения. Ну-ка, ну-ка, не расслышал. День варенья, что ли? День рождения. А, день рождения. Кажется, я знаю такой праздник. Ну давайте, друзья, тогда пойдемте на улицу. Будем играть, веселиться. Ну и заодно нагуляем аппетит. Пойдемте со мной. Кто первый? Пойдемте со мной. Кто первый одевается? Давайте, давайте, бегом. Спасибо. А, сейчас поймаю. А-а-а-а! Я поймаю воду. Я поймаю воду. А-а-а! Я тебя здесь поймаю. А-а-а! Ай, а-а-а! 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 На тебе, вода! А-а-а! У тебя все готово? Хорош! Скоро все закончится. Остался последний рывок. Но что-то так напряженно. Не нужно было привозить Ваню. Уже сто раз об этом говорили. Как только она примет лекарства, я позвоню. Сразу же увезешь детей. Пожелай нам удачи. Удачи. Ну как ты? Спасибо тебе огромное. Давно так хорошо не было. Правда. Я тебя укромил недолго. Там остался еще один сюрприз. Да ты что? Ладно, ну пойдем. Раселитесь. Нина Ивановна скоро вернется. Ой, спасибо. Я к Беловой. Вас приглашали? У меня там ребенок. Я хочу его забрать. Так позвоните ей. Я звонил. Она не отвечает. У меня распоряжение. Никого не пускать. Ты меня не понял? У меня там дочь. Слышишь меня? Открой! Давай, дочь. Часы. Вот идиот. Так. Обратный звонок. Так. Ну и куда мы идем? Я же говорю. Это сюрприз. А мы что, семейные фото будем снимать? Видео. А, видео? Послание потомкам. Хорошая девочка. Очень. Я так не привязалась. Это хорошо. Что она тебе дорога? Что ты имеешь в виду? Ну, как бы тебе объяснить, Нина? Понимаешь, человеческая жизнь так хрупкая. Нужно упасть во враг. Попасть под машину. Я не очень понимаю. Ты о чем вообще говоришь, Андрюш? Да все. Об этой девочке. Кать. Как жаль, если ее совсем юная жизнь внезапно оборвется. Андрюш, что ты несешь, а? Вижу, удивил. Ничего страшного с ней, конечно, не случится. При одном небольшом «но». Если моя дорогая жена выполнит одну небольшую просьбу. Ты снимешь маленькое, но очень душевное кино. О том, как ты устала от жизни. И выпьешь бокал коктейля. Я тебе его приготовлю. Кстати, тебе Маргариту или кровавую Мэри? Андрюш, ты сдурел, что ли? Бедная Нина. Как же ты сможешь жить, зная, что могла спасти ребенка, но так и не сделала этого. Я… Я просто не понимаю, зачем тебе это надо? Ничего личного. Деньги, милая, просто очень большие деньги. Деньги, которые должны были принадлежать Марине, Ване и мне. Мы так долго этого ждали, терпеливо. Но мой шеф, гореть ему в аду, переписал все на тебя. Андрюш, ты сошел с ума? Не драматизируй. Просто каждый крутится в жизни, как умеет. Тебе лайм добавить или мяты? Тогда на мой вкус. Ты такой самоуверенный. А если бы Рыков не умер? Это было бы досадно. Но выход есть всегда. Шеф сам мне его подсказал. Решил уйти из жизни добровольно. Обещаешь мне выполнить одну мою просьбу? Да, конечно. Когда мне станет совсем плохо, и я буду готов. Введи мне морфин. Столько, сколько надо, чтобы... Нет. Послушай. Нет, нет, нет. Ты что, его убил? Нет. Не убил. Просто исполнил его последнюю волю. Чего-то не хватает, да? Соломинка. Ну что это ты раскисла, а? Это совсем не больно. Вначале голова, как в дурмане, а потом легкость. Держи. Все ради ребенка. Ну что, ты готова? Ну что, ты готова? В здравом уме я осознаю, что я делаю, что я делаю, а я очень устала. Поэтому я решила, решила это сделать. Нина! 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 Давай! Охрана! Не надо, пожалуйста, ты не понимаешь. Не надо! Ты слышишь? Не надо, пожалуйста! Андрей, я все сделаю! Я все сделаю! Я все сделаю! Пожалуйста! Вот ты молодец! А сейчас по сценарию вы должны эффектно рухнуть на пол и забиться в конвульсиях. Не переживайте, с вами все в порядке. Что? Прости, дорогой, но в бокале были самые обычные витамины. Ура! Что? А мне ты что приготовил? Автомобильная авария? Нет, я знаю. Я, наверное, должна была замерзнуть в сугробе после выпитой бутылки вина, да? Что ты несешь? Тебе от нас обеих нужны были только деньги. Меня это, прости, не устраивает. Дура! Где сам вас говорят, дура? Дура! Ты еще дура! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо за Нину. Я сделала это не для нее. Эти деньги не принесут моему сыну счастье. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мне тоже эти деньги радости никакой не принесли. Простите. Как так получилось? Я столько времени не могла понять, что за человек рядом со мной. Так страшно. Эй, ну что ты? Теперь все будет по-другому. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Почему ты мне сразу не позвонила? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ой, может, окно открыть? Не надо, ее продует. О, Господи! Черт. Что? Я тапки забыл. В контракте было написано, нужно взять с собой тапки. Теперь я все забыл, понимаете? Меня не пустят просто. Папа, дышим. Спокойно дышим. Молит? Нет, не болит. Папа, ну поехали уже. Поехали? Поехали. Нина, дыши. Я дышу, дышу. Дыши, дыши. Дыши, дышу. О, Господи.